КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1925 году 14-й съезд РКПБ констатировал, что поставленный Лениным в начале НЭПа вопрос «Кто кого?» решался в пользу социалистического строительства. 15-й съезд ВКПБ, состоявшийся в декабре 1927 года, поставил задачу на основе дальнейшего кооперирования крестьянства постепенно осуществлять переход крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства. Предполагалось внедрение коллективной обработки земли на основе интенсификации и машинизации земледелия, всемерно поддерживая и поощряя ростки общественного сельскохозяйственного труда. В его решениях был также выражен курс на быстрое развитие крупной машинной социалистической промышленности, способной превратить страну из аграрной в индустриальную. Съезд отразил тенденцию на усиление социалистических начал в экономике. Но постепенно провести не получилось. Коллективизация была еще нужна для перекачки средств из деревни на нужды сверхиндустриализации. Поэтому в январе 1928 года Иосиф Виссарионович Сталин выступил с предложением о форсировании процессов коллективизации. Теоретическим обоснованием форсирования коллективизации явилась статья Сталина «Год великого перелома», опубликованная в «Правде» 7 ноября 1929 года. Статья констатировала произошедший перелом в настроении крестьянства в пользу колхозов и выдвигала на этом основании задачу быстрейшего завершения коллективизации. Сталин уверял, что на основе колхозного строя наша страна через три года станет самой хлебной страной в мире. И в декабре 1929 года Сталин выступил с призывами насаждать колхозы, ликвидировать кулачество как класс, не пускать кулака в колхоз, сделать раскулачивание составной частью колхозного строительства. Специальная комиссия Политбюро ЦК ВКПБ по вопросам коллективизации выработала проект постановления, который предлагал решить задачу коллективизации огромного большинства крестьянских хозяйств на протяжении первой пятилетки. В основных зерновых районах за 2-3 года, в потребляющей полосе за 3-4 года. Комиссия рекомендовала считать основной формой колхозного строительства сельскохозяйственную артель, в которой коллективизированы основные средства производства – земля, инвентарь, рабочий, а также товарный продуктивный скот. При одновременном сохранении в данных условиях частной собственности крестьянина на мелкий инвентарь, мелкий скот, молочных коров и т.д., где они обслуживают потребительские нужды крестьянской семьи. 5 января 1930 года было принято постановление ЦК ВКПБ о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Как и предлагалось комиссией, зерновые районы были разграничены на две зоны по срокам завершения коллективизации. Но Сталин внес свои поправки, и сроки были резко сокращены. Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга должны были в основном завершить коллективизацию осенью 1930 года или, во всяком случае, весной 1931 года, а остальные зерновые районы – осенью 1931 года или, во всяком случае, весной 1932 года. Столь сжатые сроки и признание социалистического соревнования по организации колхозов находились в полном противоречии с указанием о недопустимости какого бы то ни было декретирования сверху колхозного движения. Тем самым создавались благоприятные условия для гонки за стопроцентным охватом. В результате принятых мер процент коллективизации стремительно рос. Если в июне 1927 года удельный вес крестьянских хозяйств, вовлеченных в колхозы, равнялся 0,8%, то к началу марта 1930 года – свыше 50%. Темпы коллективизации стали обгонять реальные возможности страны в финансировании хозяйств, снабжении их техникой и т.д. Декреты сверху, нарушение принципа добровольности при вступлении в колхоз и другие партийно-государственные меры вызвали недовольство крестьян, что выражалось в выступлениях и даже в вооруженных столкновениях. Местные партийные органы методом принуждения и угроз старались обеспечить как можно более высокие показатели. Зачастую это оборачивалось нереальными цифрами. Так, по сообщениям в ЦК из Харьковского округа, из 420 хозяйств были обобществлены 444. Секретарь одного из райкомов Белоруссии срочной телеграммой в Москву сообщал, что в колхозы вошло 100,6% хозяйств. В своей статье «Головокружение от успехов», появившейся в «Правде» 2 марта 1930 года, Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов, чиновничея декретирование колхозного движения. Он критиковал излишнюю ретивость в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середняки. Необходимо было остановить это «Головокружение от успехов» и покончить с бумажными колхозами, которых еще нет в действительности, но о существовании которых имеется куча хвостливых резолюций. В статье, однако, абсолютно отсутствовала самокритика, а вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Не ставился вопрос о пересмотре самого принципа коллективизации. Эффект от статьи, вслед за которой 14 марта появилось постановление ЦК о борьбе против искривления партийной линии в колхозном движении, сказался немедленно. Начался массовый выход крестьян из колхозов. Только в марте 5 миллионов человек. Поэтому коррективы, по крайней мере, на первых порах были внесены. Стали более активно применяться экономические рычаги. На решение задач коллективизации сосредоточивались основные силы партийных, государственных и общественных организаций. Возросли масштабы технической реконструкции в сельском хозяйстве. Главным образом, через создание государственных машино-тракторных станций – МТС. Уровень механизации сельскохозяйственных работ заметно поднялся. Государство в 1930 году оказывало колхозам помощь, им предоставлялись налоговые льготы. Но для единоличников были увеличены ставки сельскохозяйственного налога. Введены взымаемые только с них единовременные налоги. В 1932 году была введена отмененная революцией паспортная система, установившая жесткий административный контроль за движением рабочей силы в городах, а в особенности из села в город, превратившая колхозников в беспаспортное население. В колхозах широко распространились случаи хищения хлеба, укрытия его от учета. Против низких темпов хлебозаготовок, укрывательства хлеба, государство боролось с помощью репрессий. 7 августа 1932 года принимается закон об охране социалистической собственности, написанный собственноручно Сталином. Он вводил в качестве меры судебной репрессии, захищения колхозного и коллективного имущества, высшую меру социальной защиты, расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. Амнистия по делам такого рода была запрещена. В соответствии с этим законом, десятки тысяч колхозников были арестованы за самовольное срезание небольшого количества колосьев ржей или пшеницы. Результатом этих действий был, главным образом на Украине, массовый голод. Окончательное завершение коллективизации произошло к 1937 году. В стране насчитывалось более 243 тысяч колхозов, объединявших 93% крестьянских хозяйств. За годы проведения новой экономической политики выросла доля зажиточных крестьянских хозяйств. В условиях рынка кулак усилился экономически, что явилось следствием глубокого социального расслоения в деревне. Знаменитый лозунг Бухарина «Обогащайтесь!», выдвинутый в 1925 году, означал на практике рост кулакских хозяйств. В 1927 году их насчитывалось около 300 тысяч. Летом 1929 года политика в отношении кулака ужесточилась. Последовало запрещение принимать в колхозы кулакские семьи, а с 30 января 1930 года, после постановления ЦК ВКПБ о мероприятиях по ликвидации кулакских хозяйств в районах сплошной коллективизации, началось проведение крупномасштабных насильственных акций, выразившихся в конфискации имущества, в принудительном переселении и т.д. Нередко в разряд кулаков попадали и середняки. Критерии отнесения хозяйства к категории кулацкого были определены столь широко, что под них можно было подвести и крупное хозяйство, и даже бедняцкое. Это позволяло должностным лицам использовать угрозу раскулачивания как основной рычаг создания колхозов, организуя давление деклассированных слоев деревни на остальную ее часть. Раскулачивание должно было продемонстрировать самым неподатливым непреклонность властей и бесполезность всякого сопротивления. Сопротивление кулачеству, а также части середняков и бедноты коллективизации было сломлено жесточайшими мерами насилия. В литературе приводятся различные цифры раскулаченных. Один из специалистов по истории крестьянства, Виктор Данилов, считает, что не менее 1 миллиона кулацких хозяйств ликвидировано в ходе раскулачивания. По другим данным, к концу 1930 года было раскулачено около 400 тысяч хозяйств, то есть примерно половина кулацких хозяйств. Из них выселено в отдельные районы около 78 тысяч, по другим данным 115 тысяч. Хотя Политбюро ЦК ВКПБ еще 30 марта 1930 года вынесло постановление о прекращении массового выселения кулаков из районов сплошной коллективизации и предписало проводить его только в индивидуальном порядке, число выселенных хозяйств в 1931 году возросло более чем вдвое – почти до 266 тысяч. Раскулачиваемые делились на три категории. К первой относился контрреволюционный актив – участники антисоветских и антиколхозных выступлений. Они подлежали аресту и суду, а их семьи – выселению в отдаленные районы страны. Ко второй – крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против коллективизации. Их выселяли вместе с семьями в отдаленные районы. И, наконец, к третьей – остальная часть кулаков. Она подлежала расселению специальными поселками в пределах районов прежнего своего проживания. Составлением списков кулаков первой категории занимался местный отдел ГПУ. Списки кулаков второй и третьей категорий составлялись на местах с учетом рекомендаций деревенских активистов и организации деревенской бедноты. В итоге раскулачиванию подверглись десятки тысяч середняков. В некоторых районах от 80 до 90% крестьян-середняков были осуждены как подкулачники. Их основная вина состояла в том, что они уклонялись от коллективизации. Сопротивление на Украине, Северном Кавказе и на Дону было более активным, чем в небольших деревнях Центральной России. В результате проводимой Сталиным политики коллективизации более 2 миллионов крестьян были депортированы. Из них 1 миллион 800 тысяч только в 1930-1931 годах. 6 миллионов умерло от голода, сотни тысяч – в ссылке. Данная политика вызвала массу восстаний среди населения. В одном только марте 1930 года ОГПУ насчитало 6500 массовых выступлений, из которых 800 было подавлено с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 миллионов крестьян приняли участие в 14 тысячах восстаний против советской политики коллективизации. Существует мнение, что коллективизация была прямым геноцидом советского народа. Но этот вопрос остается дискуссионным.